Это только на первый взгляд может показаться, что избирательный процесс завершился после оглашения официальных итогов голосования. Сейчас политическая борьба перешла в финальную и, пожалуй, решающую плоскость – судебную. Защитить право избирать и быть избранным – таков ли это мотив судебных исков, которое подает в различные инстанции, объявленный проигравшим соперничество за кресло мэра Эдуард Гурвиц. Однако в нашей стране Эфемидия иногда закрывает глаза не просто одной полоской ткани, а перевязывает ее крест-накрест. Вчера административный окружной суд отказал в удовлетворении иска представителям Эдуарда Гурвица, добивающимся отмены итогового протокола Горесбиркома и пересчета голосов, рассказал представитель партии «Фронт перемен» Артем Грушанский. «Если бы удалось доказать, что бюллетени везли в Горесбирком в открытом виде, мы бы признали вашу правоту», – сказали в суде. Такие доказательства были предоставлены суду, поскольку не раз уже показывалось и по телевидению, и в средствах массовой информации других. Мешки были распечатаны, на них не стояли пломбы, предусмотренные законом, которые выданы были ЦВК. Поэтому суд эти все наши доводы отклонил. Сегодня уже Одесский административный апелляционный суд отклонил еще один иск. Представители Эдуарда Гурвица требовали признать незаконным действия городской избирательной комиссии, которая отказывалась регистрировать жалобы на саму себя. На месте представители кандидата составили акты, задокументировавшие бездействие ТИК, однако суд не счел нужным принять эти документы во внимание. По закону избиратель не имеет права присутствовать на заседании территориальной комиссии. Там имеют право присутствовать члены комиссии избирательной, доверенные особо представители партии, сами кандидаты в депутаты. То есть избирателей там быть не могло, и этот акт они подписать физически не могли. Это было бы противоречиво действующему законодательству о выборах. Хитрость нынешнего закона о выборах в том, что судом последней инстанции для кандидатов являются апелляционные областные суды, то есть до высшего суда Украины дело, к сожалению, не дойдет. Обращаться в суд по правам человека мы не сможем, поскольку это политическое дело, и Стасбургский суд не рассматривает политические дела. Значит, будем бороться какими-то другими законами. Будем обращаться к президенту, к Верховной Раде о том, чтобы гарант Конституции обратил внимание на те фальсификации и на те нарушения, которые происходили в день выборов и при подготовке к выборам. Несмотря на то, что исковый тур выборов для Эдуарда Гурвица складывается не очень удачно, Арсений Ценюк, лидер фронта перемен, а именно от этой политической силы баллотировался Эдуард Гурвиц, не устает заверять о готовности использовать все возможные способы, чтобы доказать факты фальсификации воли и заявления одесситов. При этом Арсений Петрович часто добавляет знаковую фразу «И если так случится, что эта битва будет проиграна, мы все равно выиграем войну за демократию и войну за Одессу». Припрятанные фронтом перемен козыри явно носят политический характер. Скорее всего, они рассчитаны на давление, которое могут оказать на президента Януковича ОБСЕ и Европейский парламент.